Добрый вечер всем! Добрый вечер! Я хочу поприветствовать моих друзей, братьев из Калифорнии, потому что я являюсь пастором этой церкви уже на протяжении 20 лет, и в этой церкви есть еще одна церковь, румынская церковь. Мне очень жаль, что я так долго ехал к вам, но, наконец, я доехал. И мне посоветовали, ты езжай в Румынию не когда холодно зимой, но езжай, когда теплее. То, что мы будем делать каждый вечер, это будет что-то особенное. Мы будем говорить о том, как мы можем найти надежду на горизонте. Мы хотим посмотреть на Божий план и Божью волю в нашей жизни. Какова цель нашей жизни. И также мы хотим узнать, что же будет в будущем в нашем мире. Хочу вам сказать, что во время наших представлений мы будем говорить о самых важных вопросах в нашем мире. Мы будем говорить о познании Бога. Мы будем говорить о планах Божьих в нашей жизни. И мы будем говорить с вами, как же мы можем иметь вечную жизнь. И хочу вам признаться честно, я понял, что путешествия от одной культуры в другую культуру, они всегда различны. И если я скажу вам что-то такое, что вам покажется очень странным или неприятным вам, помните, пожалуйста, что я из Калифорнии. Но основанием своих тем я хочу выбрать Библию. Каждый вечер мы будем выбирать отдельную историю из Библии. И эти истории будут платформой, на которых мы будем зиждить все остальное, все остальные представления и нашу тематику. Сегодняшняя тема называется «Разрушенные цепи». И эти истории мы находим в Евангелии Матфея, от Луки, Марка. И здесь рассказывается о человеке, который был одержим бесами. Для тех, которые смотрят нас, я хочу пригласить вас посмотреть на Луки, 8 главу. И мы начнем с 26. Восьмая глава Луки, 26-й текст. Но перед тем, как я буду читать, я хочу вам кое-что рассказать. И Иисус находился на море вместе со Своими учениками. И ужасная буря постигла их. И было темно, луна светила. И ветер начал сильно дуть, и поднялась буря. И тогда эти волны накрывали лодку, и они были в опасности. И они подумали, что эта лодка утонет. Но вдруг, когда блеснула луна, они увидели, что Иисус спит. Они подошли к Иисусу и разбудили Его. Иисус встал, посмотрел на шторм. И тогда они задали Иисусу вопрос. «Тебе дело нет, что мы погибаем?» Иисус встал и сказал слово. И Он сказал «шалом». Или «мир». И успокоилась буря. И когда Он это сказал, море повиновалось и стало зеркальным. Оно стало спокойным. Ветер перестал дуть. Ветер перестал дуть. Гром перестал, и молнии перестали светить. И луна вышла и засветила. Библия говорит, что ученики устрашились. Они очень сильно устрашились, даже больше, чем до, во время этой бури. Они задали себе вопрос, кто это такой, что и море повинуется Ему. Иисус, который освободил учеников от этой бури, Он может и вас успокоить. Иисус им сказал, чтобы они перебрались на другую сторону этого моря. И им пришлось грести, потому что уже ветра не было. И когда они приближались к берегу, начинается наша история. И в 26-м тексте сказано следующее. И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилея. И там они встретили человека, одержимого бесами. И в одежду не одевавшийся. И живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед Ним. И громким голосом сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня. Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из всего человека. Потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, как тебе имя? И он сказал, легион, потому что много бесов вошло в него. И он попросил Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Я хочу, чтобы вы себе представили и поняли, что здесь происходит. Ученики очень уставшие, они уже полностью промокли. И вот они видят, что на берегу, куда они должны были выйти, находятся гробы. И там на холме находятся гробницы, находятся памятники. И когда они потянули лодку на берег, и вдруг они услышали страшный крик. И вот с одного гроба или гробницы вышел человек. Это ужасная картина. У него длинные волосы. Его глаза были мутными, красными. И его тело было изувечено, кровавое. Он был нагим, и только цепи были нацеплены на него. И он идет напротив них, он спускается к ним. Что бы вы сделали, если бы такое явление стало перед вами? Если бы вы видели подобного человека, спускающегося к вам. Многие, может быть, сказали бы, да, мы бы прочитали ему несколько библейских курсов. Возможно, они были готовы убежать. Возможно, они сели бы в лодку и начали грести, как только что есть столько мощи. И вдруг они, когда плыли, увидели еще одну лодку, которая рядом с ними тоже убегает. И они посчитали всех людей, которые были в лодке. И было всего лишь 12. Должно было быть 13. Потому что Иисус тоже должен был быть с ними, но его не было. Но Иисус остался с этим человеком. И написано, Библия нам говорит о том, что этот человек был наполнен демонами. Он был одержим. Что такое демоны и что такое одержимость? Почему сегодня в этом мире есть зло? Я, к сожалению, у меня нет времени, чтобы вам полностью этот вопрос раскрыть и показать. Но Висайя 14 главе, в Иезекииле 28 главе, и плюс к тому учение Иисуса Христа, говорит нам о том, что Иисус сотворил наш мир прекрасным и совершенным. Не Бог сотворил дьявола. Бог творит только добрые дела. Но один из Божьих творений, который был красивее всех, это был руководитель всех ангелов. Его звали Люцифер. Бог сотворил каждого, каждое творение с правом выбора. И вот этот Люцифер, он выбрал любить себя больше, нежели Бога. И он начал жаловаться и претендовать на большую силу. И он говорил другим ангелам и утверждал, что если бы я был Богом, вы бы были более счастливы, и больше выбора бы было у вас. И вот эта политика, она произвела революцию на небе. Вы, наверное, думаете, Бог сильнее Люцифера, почему Он сразу же не остановил его? Но если бы Бог это сделал, то тогда все остальные бы поклонялись Богу из страха. Но Бог желает, чтобы мы поклонялись Ему из любви. Поэтому Богу пришлось сделать очень сложный выбор. Он позволил Люциферу поделиться своими мнениями и деструктивной работой. И одна треть ангелов приняли решение следовать Люциферу. И вот эта одна треть Библии нам говорит, что они не смогли быть больше на небе. И тогда имя Люциферу было дано другое дьявол-сатана. И вот тогда дьявол и сатана и ангелы его начали искать место, где бы им примкнуть, куда бы им примкнуть и где остановиться. Они искали во вселенной такое место. И вот настало время искусить Адама и Еву. И вот он появился в виде змея в Эдемском саду. И вот там наши первые родители выбрали больше послушать сатану, нежели Бога. И тогда, когда они Его послушали, они доверили Ему управление всей землей. И когда мы видим смерть, страдания, убийства, и когда мы задаем вопрос, если Бог любовь, почему Он это все допустил, ответ прост, дьявол обвел вокруг пальца эту планету. Потому что человек решил послушать Люцифера. И он тогда взял правление в свои руки. Другими словами, он взял в заложники нашу землю. Но Бог настолько полюбил наш мир. Библия говорит нам о том, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Бог хочет спасти каждого. На этой земле идет великая война, великая борьба. Дьявол не хочет крайне... Дьявол не хочет, чтобы мы слушали Бога, но он хочет, чтобы мы подчинялись Ему. И вот эта вот война, она продолжается не только в нашем разуме, она переходит и в наше сердце. И если вы полностью не отдадитесь дьяволу, представьте себе, что вы плывете по реке. Вы не чувствуете, как вас уносит течение. Но когда вы плывете против течения, вот тогда вы поймете, что такое течение. И если вы попробуете жить, попытаетесь жить по Божьим принципам, то вы поймете, что это большая борьба. Вы встретите сопротивление. О, Иисус тоже был искушаем дьяволом. Быть искушаемым, это не означает согрешить. Но когда ты слушаешь его и следуешь его обману, вы знаете, демоны, они не испытывают каждого человека. Иногда называют бесами, демонами, ангелов, дьявола. Это павшие ангелы. Итак, мы говорим о великой борьбе в этом павшем мире. Когда мы открываем откровение, мы находим там тоже война, что произошла великая война. Воевал Михаил и ангелы его, и дьявол, и его ангелы. И дьявол и его ангелы были сброшены на землю. И когда они пришли на эту землю, одна треть ангелов, Люцифера, или дьявола, они стали дьявольскими агентами. И написано, что этот человек, который встретил Иисуса там на берегу, он не был просто искушаем дьяволом, а дьявол жил в нем. И там жил не только один демон, там жили легион, или множество демонов. Один легион римский, он состоял примерно из шести тысяч солдат. Вот этот человек, эта картина, он представляет собой картину последнего времени. Этот человек представляет нам любого человека, который живет без Бога. Когда мы читаем Марка, пятую главу, или Луки, восьмую главу об этом человеке, мы находим некоторые детали. Во-первых, мы находим, где он жил. Что там написано, где он жил? Пожалуйста, говорите, скажите, подскажите мне, где он жил. Скажите, пожалуйста, кто в основном живет на кладбище? Да, послышался ответ, мертвые, но мертвые не живут. Да, на кладбище находятся мертвые люди. В Библии написано, что смерть, это признак того, что Бога нет в нас, потому что если вы имеете Иисуса, вы не имеете смерти, а имеете жизнь, потому что Иисус есть жизнь. Однажды один человек сказал Иисусу, я хочу следовать за Тобой, Господи, но позволь мне пойти вначале похоронить своего отца. Но Иисус сказал, позволь мертвецам хоронить своих мертвецов. Я, когда первый раз прочитал это, я подумал, что это похороны, которые вели зомби. Но Иисус говорит о мертвых духовно. Да, мы знаем, что возмездие за грех – это смерть, потому что эти тела, они не наследуют вечности. Мы должны быть рождены заново. Мы получим новые тела, прославленные тела. Единственное, как мы можем выжить в этом греховном мире – это только благодаря Иисусу Христу. Он, этот человек, вышел из гробницы и пришел к Иисусу. Я вспоминаю, когда я посетил Египет несколько лет тому назад, и посетил город мертвецов. И там было много бедных людей, которые жили на кладбище. Бог никогда не планировал смерть. Бог создал человека для жизни. Дьявол – автор смерти. И когда вы читаете первые несколько слов «бытие», что Бог сотворил прекрасный сад Эдемский. Но после, как Адам и Ева послушали дьявола, который воплотился в змея, вы находите последние слова «бытие». И они относятся к Йосифу. Единственный выход из этого греховного мира – это Иисус. Как можно помочь этому грешному человеку прийти к Иисусу? Представьте себе, Библия говорит о том, что этот человек себя резал. Он делал надрезы. Это символ грешников и потерянных людей. Что он имел на себе? Какую одежду? В чем он был одет? Да он был нагим, просто без одежды, голым. Потому что, когда они хотели его одевать или что-то с ним сделать, он разрывал все и не позволял им. Он имел на себе только цепи с наручниками и с приспособлениями, чтобы удержать его, но он и их разрывал. Но в Библии мы находим и видим, что одежда представляет собой наш характер. Наша одежда – это как запач... Наши характеры – это как запачканная одежда. Библия говорит о том, что Адам и Ева, когда согрешили, они оказались нагими. Потому что, когда мы грешим, у нас не остается никакой праведности Христовой. Но этот человек, мы видим, что он был голым, но он за это не переживал. Может быть, трудно вам понять, но я рискну и расскажу одну историю. Это истинная история, правдивая история. Конечно, это риск для меня, потому что не хочу, чтобы вас напугать с первого вечера. Но это личная история. Я хочу, чтобы вы знали, что я не всегда был христианином. Я хочу вам сказать, что были времена моей жизни, когда я жил в пещере. Я жил сам, дикарем. И я хотел познать Бога, найти Бога через природу. Поэтому я не носил никакой одежды. Это было сложное время в моей жизни. Никого не было вокруг меня. Никто мне не мешал. Когда-то я встречал таких же, как и я, сумасшедших, которые поднимались на эту гору. Но они тоже были, как и я, сумасшедшие. Они не носили никакой одежды. Но иногда один раз в неделю или один раз в две недели я спускался купить себе немного еды. И у меня был рюкзак. И в рюкзаке я имел верхнюю одежду, чтобы себя прикрыть немного. И было место, где я останавливался и одевал на себя эти вещи. Когда вы начинаете жить без одежды, то вы понимаете, что вам чего-то не хватает. Но если вы так живете изо дня в день, то вы начинаете привыкать к этому. И вы начинаете привыкать к тому поведению. И это больше не беспокоит тебя. И я больше даже не думал о своей одежде. И вы знаете, место, где я ходил голым, оно совершенно отличается от места, в котором мы находимся здесь, в Румынии. В одно утро я проснулся, я чувствовал себя хорошо. Я спустился вниз. И я пошел по другому пути. И я имел немного денег и хотел купить себе мороженого. и я думал об этом мороженом, который будет иметь три разных цвета. И я не пошел по тому пути, где я обычно останавливался и одевался. И я об этом забыл. и я пошел дальше и привыкнув к своему поведению, я даже не заметил, что я без одежды. И первое строение, к которому я подошел, это была католическая церковь. Там что-то, наверное, происходило. Потому что это была весна, и там очень красиво было. И там была испанская семья, которые решили прогуляться, насладиться природой. Папа, мама и две дочери. И вдруг я вышел из-за кустов. И я увидел их несколько метров от себя. Я не помню, поприветствовал я их или что-то им сказал. И вот эти девочки, они просто изумились. Они, когда меня увидели, они начали прятать свои глаза. Они начали прятаться. Мама закрыла глаза. Она пришла к папе под мышку и спряталась. И папа тоже закрыл глаза. А моя реакция была, что с ними случилось? Я думал, что сзади меня кто-то там находится, может, какой-то монстр. И тогда я понял, я был шокирован, что я был без одежды. И я почувствовал вину. Я почувствовал себя ужасно, что я сделал для этой семьи. И я понял, что я ногой. Я никогда еще настолько голым себя не чувствовал, как тогда. до нескольких минут назад. Я чувствовал себя хорошо, но вдруг, во мгновение, как Адам и Ева, я осознал, что я голый. и я ушел обратно за куст. И оделся. Мы смеемся сейчас, но не было смешно мне тогда. бедные девочки, может быть, они в терапии даже сегодня. почему я рассказываю вам сегодня об этом. Библия говорит о церкви в последнее время. В откровении говорится о том, в третьей главе, что мы даже не осознаем, что мы голые, и что мы слепые, и что мы бедные. дьявол сорвал с нас одежду, и мы ноги, голые. Как притча о добром самарянине. Помните, когда грабители ограбили человека и оставили полумертвым, так и дьявол хочет нас погубить. И вот здесь Библия говорит об этом одержимом человеке, что он был одержим бесами. Он делал себе надрез, и он был голым. дьявол хочет, чтобы мы себе делали зло, причиняли себе боль. Я знаю, что среди молодежи современной есть такая практика, которые делают себе надрезы. Они надрезают себе, чтобы причинить себе боль. Они хотят почувствовать что-то особенное, почувствовать эту боль. Каждая языческая религия, она связана с причинением себе боли. Библия говорит нам о пророках Ваала, которые делали себе надрезы, которые причиняли себе боль. Но Библия говорит, что ваше тело – это суть храм Духа Святого. Бог хочет, чтобы мы берегли свое тело. А дьявол хочет, чтобы мы уничтожили свое тело, чтобы мы изувечили, изуродовали его. И он хочет стереть эту картину Бога с нас, образ Бога. Что нам говорит эта история о Боге? В этой истории человек, который вышел перед Иисусом, мы в нем видим эту историю добра и зла. Этот человек был наполнен дьяволом. И дьявол попытался его личность растереть, и чтобы он больше не чувствовал себя человеком. Но рядом с Иисусом Иисус пришел перед этим человеком, и Иисус представлен нам как Сын Человеческий. Вся полнота Божества была в Иисусе. А другой человек, он был наполнен дьяволом. Образ дьявола был в нем. Скажите, пожалуйста, вы видите этот контраст между этими двумя личностями? Каждый день мы можем уподобиться одному или другому. Когда мы отдаем свою жизнь Иисусу, мы становимся как Он, мы становимся на Него больше и больше похожими. Но если мы противостоим Иисусу, тогда Сатана вселяется в нас. Этот человек, в нем было более шести тысяч демонов. Он был все больше и больше похож на дьявола, пока полностью потерял человеческий облик. Посмотрите на картину этого человека. Он настолько далек от Бога, как только можно себе представить. Но добрая весть в том состоит, что Он пришел к Иисусу даже в таком состоянии. Он покрыт только кожей и имея на себе только цепи. Может быть, и вы имеете на себе цепи греха. Этот человек без одежды был. У него не было праведности Иисуса Христа. Он сумасшедший живет в гробах. Представьте себе, рядом с этим кладбищем были свиньи. То есть, вы видите, он нечист, и еще нечистота окружает его. Он нечистый, свиньи нечистые, место нечистое, он в полной нечистоте. этот человек настолько отдалился от Бога, как только себе можно представить. Но он пришел к Иисусу, несмотря на то, что его жизнь была наполнена дьяволом. Он все еще слышал, как Иисус говорит к нему, когда он подошел. Он, возможно, слышал и дьявола, который говорил в его голове. И они говорят между собой, что делать? Иисус идет, что мы будем делать? И он думает, это единственная моя надежда. И маленькая щелочка, которую он увидел просвет, через которую он увидел просвет, и он воспользовался и пошел к этому свету. И Иисус говорит, что слишком далеко от Иисус ему сказал, ты слишком далек от меня, ты слишком низко пал. Иисус освободил этого человека. Библия говорит о том, что Иисус изгнал этих легионов из него. Дьявол говорит, демоны попросили, пожалуйста, не выгоняй нас в пустыню, но позволь нам вселиться в этих свиней. Иисус сказал, идите. И вот этот человек начал биться в конвульсиях. у него что-то происходило, они там внутри бегали, они его разрывали изнутри. Эти демоны, они вышли из него и они вошли в этих свиней. свиней, они с ума сошли сразу же, как только демоны вошли в них. Они необычно начали вести себя, они побежали неуправляемые и бросились с обрыва. и ученики увидели, как эти свиньи всем стадом бросились с обрыва. И когда пастухи увидели, что происходит с их стадом, они пошли в город и услышали о том, что демоны из этого человека перешли в их свиней. И вы, наверное, зададите вопрос, почему Иисус разрешил этим демонам войти в свиней? Галилейское море или озеро, оно не такое большое. И вот эти две тысячи свиней, когда они пали в озеро, возможно, они начали выходить на берег или всплывать, их трупы начали по всему периметру этого озера. Вы представьте себе, какое ужасное зрелище было. Все люди задавались вопросом, что происходит. вы слышали, как было пролито множество литров, тонны мазута. И вот в то время подобно этому, этой нефти, пролитой в море, в океане, так эти свиньи загрязнили среду. И вот пастухи этих свиней, они не были совсем довольны тем, что происходило. И Библия нам говорит дальше в 8 главе 35 стихе. И вышли видеть происшедшее. И придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящие у ноги Иисуса, одетого и в здравом уме. Где он взял одежду? Он же был голым. Я думаю, что когда Иисус исцелил этого человека, он взял его за руку, и когда снял цепи с его рук, и, наверное, он его спустил вниз к морю, помыл его, и тогда он снял с себя одежду и накрыл. Своей верхней одеждой он накрыл его. Вот так делает Иисус и с нами. Мы приходим к Нему, и Он освобождает нас от греха, Он одевает нас, Он омывает нас. После как Адам и Ева согрешили, Бог одел их в одежды. А они попытались одеть себя и сшили себе костюмы из фиговых листьев. Но Библия нам говорит, что Бог сделал им особую одежду, кожаную одежду. В самом начале была принесена жертва самим Богом для того, чтобы сделать одежду Адаму и Еве. Вот Иисус Христос представляет нам в этой истории ягненка, агнца, который отдает свою одежду нам, чтобы покрыть нашу ноготу. Что Иисус сделал для этого человека? Он тоже самое хочет сделать и для каждого из нас. Мы сегодня видим и являемся свидетелями, как развивается война, великая борьба в наших сердцах. Но у Бога есть план по отношению к нам. Так как в то время Иисус и этот человек одержимы, эти два человека, они встретились и вот и Божий план по отношению к вам, чтобы вы были как Иисус. Но дьявол имеет свой план, он хочет, чтобы мы были обезображены, он хочет, чтобы мы были без одежды, он хочет, чтобы мы причиняли себе боль. Мы хотим, мы можем выбрать, где мы хотим быть, мы хотим принять в план Божий или план Сатаны. Мы если придем к Иисусу, если мы придем как этот человек, он может нас освободить, он может дать нам вечную жизнь. Но история еще не закончилась. Люди в этом городе попросили Иисуса выйти из их города. Сегодня многие люди тоже просят Иисуса выйти из их города. Иисус сел в лодку, чтобы уйти от них. Но этот человек, о котором мы с вами читали, он пришел и говорит, позволь мне пойти с тобой. Но Иисус сказал, я хочу, чтобы ты пошел к своим друзьям и рассказал им, что с тобой произошло. Я хочу, чтобы ты поделился этой историей, что Иисус сделал с тобой. Когда Иисус вновь пришел на следующий раз, то Его уже ждали многие. Иисус нас освобождает. Он дает нам и миссию. Он нас освобождает и очищает. И Он нам поручает, если ты придешь к Иисусу, Он примет тебя. Он разрушит цепи. Он даст тебе смысл. А теперь я хочу сделать призыв, обратившись к каждому, кто нас смотрит. Мы сегодня находимся в этой картине. Или как этот человек, который живет в гробницах, и у вас нету больше надежды, и у стыд есть от ваших грехов, потому что вы не скопали. Вы чувствуете, как впились эти цепи в ваше тело. И ты знаешь, что ты делаешь то, что ты не хочешь делать. Ты хочешь освободиться. Тебе нужно прямо сейчас прийти к Иисусу. Тебе нужно открыть свое сердце Ему. Он никогда от тебя не отвернется. Мы никого не находим, кто был дальше от Бога, чем этот человек. Но Иисус принимает этого из обезображенного человека и освобождает его. И Он сказал, иди расскажи другим о том, что Бог к тебе сделал. И когда Иисус возвратился в следующий раз, Его множество ждало. Вы хотите быть готовыми? Очень большая борьба в этом мире. Есть только два пути в этом мире. Есть путь к Богу и путь к дьяволу. Ты должен выбрать сегодня. Иисус сделает то, что Он сделал для меня и для миллионов других. Если вы желаете присоединиться ко мне в молитве, давайте мы вместе встанем на ноги и попросим Его об этом. Дорогой наш любящий Отец Небесный, мы так благодарны за истину Слова Твоего. Мы благодарны за то, что у Тебя есть план для каждого человека. Неважно, как далеко мы от Тебя ушли, но если мы придем к Тебе такими, какие мы есть, если мы доверимся Тебе, Тебя освободить нас от наших оков, ты можешь дать нам мир и жизнь, так, как ты успокоил море, как ты освободил восстающий дух этого человека, так ты можешь и нас освободить. Я прошу Тебя, Господи, за каждого, кто смотрит нас сегодня. Если они слышат голос, который обращается к ним, пусть они сегодня примут решение. Пусть они примут Тебя, выберут Тебя. Освободи их, господи. Мы просим Тебя, это во имя Иисуса Христа, и благодарны, что Ты принимаешь. Аминь.